Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках и более того, может быть, даже сделать какие-то активные шаги. Шаги. Дождь закончился, тем более, вот Дима мне подсказывает, можно уже и фондовый рынок рассматривать более тесно, более пристально. Кстати, и тему мы такую же сегодня предложили. Стоит ли сейчас входить на фондовый рынок Российской Федерации? Может быть, пришло время, учитывая, что сегодня все достаточно неплохо смотрится. Итак, на эту и на многие другие темы мы поговорим в очередном сухом остатке. И сегодня в студии Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management. Добрый день, Андрей. Добрый день. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований Универ Капитал. Добрый день, Дмитрий. Добрый. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вам может понадобиться для того, чтобы позвонить, написать, задать свой вопрос, прокомментировать собственное видение ситуации. Сделайте это, пожалуйста. Ну и начиная наш эфир, я рисую картину маслом. Итак, 1505 в Москве, что же сегодня творится на финансовых рынках? Рынках. Так, ну, закрытие пятницы, да, небольшой минус. Американцы показали СНП на полпроцента, примерно так же Доу Джонс. А сегодняшний веселый день начался с того, что Никей вновь показывает плюс 3 процента практически, ну, уже закрылся, да, 2,7. Значит, Европа в легком плюсе 0,8 процента, фунтсит 100. Ну, и индикатор российского рынка сегодня оптимистично выглядит. РТС в данный момент прибавляет 2 процента, 1320 ММВБ, 1,8-1323. Все неплохо. Смотрим на сырье и на Форекс. Бренд выше 106 долларов за баррель, 106.30 стоит бочка. Золото 1385 за унцию и индикатор валютного рынка выше 33 фигуры, 1,3340 евро-доллар торгуется. Набор голубых фишек сегодня весь замечательно выглядит, все такое оптимистичное. Лидеры роста. Ростелеком больше 3 процентов. Сбербанк 2,1-е, 3,3-е, Северсталь, Сургутнефтегаз 2,6, Лукоя почти 2 процента, ВТБ процент. В общем, все неплохо. Хуже рынка Урал-Калий теряет полпроцента. Вот такова картина маслом. Итак, все неплохо, все неплохо. Видимо, неделя у нас прошлая была такая рваная, что называется, с праздниками, с выходными. Отдохнули неплохо и начали новые, понимаешь. Рваная к тому же сильно напугали вначале. Поэтому и растем. Сейчас уже все неплохо, да. Ну так вот, давайте, собственно, тезисно, Андрюша. Как ты считаешь, вообще стоит сейчас рассматривать фондовый рынок? Вот вторая половина июня на дворе. Несмотря на то, что сейчас все замечательно, мы прекрасно знаем, чем это может закончиться и очень быстро. На твой взгляд, что делать? Ну вот господин, который же сам сидит, он сказал, меня напугали. Ну, меня не напугаешь, я сразу скажу. Его напугали. На прошлой неделе тебя напугали, да? Вот меня не напугала Турция, меня не напугала Бразилия, демонстрации против Олимпиады. Меня ничего не напугает уже в этом мире. Значит, у нас, смотрю, если смотреть по нашей компании, люди верят на самом деле. И большинство сейчас людей, которые верят открывать что-то, это регион, а не, так сказать, не Москва. Две трети региона. Я цифры не хочу говорить. Я не знаю, с чем связано. Но это сотни тысяч людей. Это связано, наверное, с тем, что реальные доходы. Вообще, у нас в апреле падение по реальным доходам. Но, в принципе, реальные доходы, если росли в последний год, то они росли именно не в Москве, а в регионах. Мне кажется, с этим связано. Что касается, стоит ли покупать акции. Меня не напугали. Вот, значит, я думаю, надо покупать. Но вот эти вот ближайшие два месяца, я думаю, что рынок будет ходить диапазоном, как бы, да. И тренд пойдет где-нибудь в августе, в сентябре повышательный. Поэтому торопиться тоже особо не надо. Можем и ниже увидеть, да, как обычно говорят. Ну вот, есть три, так сказать, фишки. Вот норильский никель, который людей напугали по 1350. Извините, да. И, как бы, локальный минимум предыдущий, да, там пробили. Значит, потом Татнефть и Газпромнефть. Мне кажется, эти три фишки можно потихонечку уже начать подбирать. Остальные можно, мне кажется, не торопиться. Дим, давай. Учитывая, что тебя напугали на прошлой неделе. Да, но вот учитывая, что еще Андрея не напугали, наверное, будет еще одна просадка. Тогда залив должен, чтобы уж всех напугать. Да, то есть, да. Как обычно, да, с чего рост-то начинается. На самом деле, у меня ощущение, что нужно подбирать. Потому что, скорее всего, мы, ну, в любом случае, я буду исходить из картиной технической, скорее, да, на сегодня. Потому что, ну, о фундаментальных рисках мы скажем еще. А технически видно было, что при достижении второго дна по энергетам, например, по металлургам, были очень сильные покупки. По металлургам тем же самым, они сходили еще ниже, там уровни фактически по некоторым бумагам уже ниже 2006 года. То есть, цены, в общем-то, там можно даже без учета инфляции, они становятся привлекательными, да. Поэтому для долгих покупок это время хорошее. Другое дело, что долгие покупки, неизвестно, все ли готовы ждать потом, после того, как купили два года. Но сейчас ситуация явно очень благоприятная для отскока. Отскок может быть более-менее серьезный, если, например, вот завтра, в четверг выходит статистика по Китаю, опережающие индикаторы, индикаторы промсектора. Если будет там хороший результат, то и завтра к тому же еще будет хорошее резюме по итогам G8, то я думаю, что мы можем увидеть очень неплохую неделю после этого. Может быть и полторы-две. Соответственно, вот вам идея просто отскока. Такая сверхкороткая торговля. Если говорить о более такой среднесрочной перспективе до осени, условно, то здесь основной риск то, что под осенью уже сентябрь, сентябрь, октябрь, это будет интрига немецких выборов. Наверняка будут опять пытаться раскачать информационную стабильность и целостность еврозоны и принятие там решений. Тем более, что сейчас Германия активно противоборствует с Еврокомиссией по поводу единобанковского регулятора и по поводу финансового стимулирования в зоне. А плюс еще это тема Китая, наиболее важная для нас, наиболее опасная для нас тема Китая, тема внутреннего китайского долга, который, естественно, может транслироваться очень сильно на рынке сырья и прежде всего металлов, угля и нефти. Поэтому вот из-за чего я считаю, что сейчас, конечно, для входа очень хорошая точка, но по ходу ближайших вот нескольких месяцев мы можем быть ниже. То есть, грубо говоря, из этого что следует? Какой вывод из этого следует? Не покупать с плечом. Заходить можно, и можно заходить в те сектора, которые... Чтобы просадку можно было, да? Да, да. То есть с плечом надо будет выкупать то, что может случиться в июле, августе, в сентябре. А сейчас лучше просто уже начинать из денег активно заходить в наиболее пострадавшие секторы. Андрей, вот купите и будьте терпилы, да? Возвращаясь к наиболее пострадавшим. Объясните мне, пожалуйста, металлургию простому человеку. Вот на прошлой неделе у нас индекс МВБ показал слабость. Мы могли протестировать 1375, но мы протестировали 1357-17. Далее. Вот у нас пара евро-доллар, благодаря которому растет сырье, она подошла к тренду с ноября 2011 года понижательного, который проходит там в районе 134,3 где-то вот так вот, да? И вот именно в этот момент мы сейчас купим. Вот я не могу понять. Вот покупают что? Мы должны покупать вот слабый рынок, что ли? Это что, благотворительное, что ли? Я не могу понять, почему вот так. Да, да, да. Покупается слабый рынок перед тем, как он станет сильным. Потому что покупать сильный рынок перед тем, как он станет слабым, это плохо. Мы видели по евро-доллару, кстати, характерную очень вещь, действительно. Мы видели там, например, голова-плечи, да? Она не отыграла. Она очень сильная была, отскок вверх. Опять же, никто в Рубе не ожидал. Все начали при этом говорить, что рубль будет катастрофа в рубле. Посмотрите, как он падает относительно евро. Ну, посмотрите его относительно бивалютной корзины. Там движение меньше, чем год назад. Поэтому не надо паниковать, как говорит наш президент вновь. Истерику попрошу прекратить. Кроме того, сейчас конец. Я хочу ловить глазами. А слушатели слышат нас. При этом по рублю сейчас, опять же, конец и квартала, и полугодия. Поэтому, скорее всего, на фоне растущей нефти, опять же, можно увидеть укрепление в рубле дополнительное. То есть, на полторы-две недели, по-моему, время как раз очень хорошее. Вот ты говоришь, слабый рынок. Все, что угодно может быть. Конечно, слабый. А где он сильный? А потом ты говоришь, с точки зрения теханализа. Разве в Америке сильный рынок? Вы посмотрите. А ты мне скажешь, в технижке в теханализе написано, что надо покупать слабый рынок. Ну, как ни стыкуют, слабый рынок и теханализ. Я про теханализ вообще не хочу говорить серьезно, потому что я сам фундаментальный аналитик изначально. Ты говоришь, теханализ, теперь оказывается фундаментальный. У тебя карты крапленные вообще. А без крапленных карт кто играет на фондовом рынке? Надо использовать и то, и другое. Так вот, слабый рынок. Давай тогда определимся, что такое слабый рынок. С твоей точки зрения. В чем слабость рынка сегодня? То, что мы не доросли до чего-то расчетного уровня. Но мы очень хорошо раскачали от сильной поддержки 1280. Четко совершенно протестировали и ушли вверх. Вот у нас сила рынка. Подтвержденный отскок. Люди готовы выкупать продажи. Сильные продажи. Вот в чем сила. Тогда я могу сказать, что мы не дошли до уровня 1350. И мы обязательно туда вернемся. Знаешь, с помощью теханализа, это такой ящик инструментами у хирурга. С помощью можно разные операции производить. Вот 1350. Потом Газпром. 106-108. Да, надо протестировать похорошенько. А мы 108-108, по-моему, скачали. Так что не спеши. А зачем так нефть покупать? Хорошо, подождите, подождите. Сейчас у нас, во-первых, через некоторое время новости будут. А во-вторых, если можно, брек небольшой, да? Брек, брек, как говорят на рынке. И мы после новостей все-таки поговорим о том, что аргумент покупать дешевые бумаги от уровня поддержки, да? Ну, это аргумент. Фундаментально, может быть, он не очень обусловлен, но технически понятно. У тебя от фундаментальной точки зрения, да? Ты вот предложил какие-то три варианта. Если он доживет до следующего блока, то это все нормально. Доживет наверняка. Так, хорошо, значит, мы сейчас прерываемся. Спасибо вам за дискуссию, во-первых. Сейчас новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. Итак, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Кэпитал Менеджмент. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований Универ Кэпитал. Тема, заявленная сегодняшнего эфира, стоит ли сейчас, да, слово сейчас давайте я подчеркну, потому что понятно, что можно чуть-чуть подождать. А может быть и не чуть-чуть. Существует ли сейчас рассматривать, да, покупки российских акций, как дело выгодное, как выгодное вложение. Кстати, если, Дим, да, возвращаясь вот к тому, о чем ты говорил, понятно, что всегда существуют варианты, но, как бы, на ближайшие неделю-две до конца месяца мы знаем, что у нас есть, как бы, достаточно серьезные события, да, которые могут прицел сбить прицел. Вот я бы хотел, с этой точки зрения, ваше мнение, коллеги, по поводу заседания Федрезерва на этой неделе, да, Комитета по ставкам и дальнейшего выступления господина Бернанки. Собственно, интрига пока сохраняется, будут, не будут, да, сворачивать, продолжат и так далее, Дим. Ну, основная интрига действительно была, в какой-то момент вроде бы сложилось ощущение, что даже интриги уже нет и будут сворачивать, да, Но после того, как вышла хорошая статистика для рынка, хорошая статистика, которая показала, что инфляция все-таки не растет, это оставило надежду на то, что, ну, по крайней мере, просто посмотрев на то, какая была реакция на фондовый рынок, постараются не сильно убивать рынок дальше новым решением, уже однозначно говорящим о том, что сворачивание близко. Понятное дело, что сейчас никто не объявит о сворачивании вот уже, но то, что оно близко, могут дать однозначно сигнал. Так вот, выходившая на прошлой неделе статистика все-таки, на мой взгляд, играет в пользу того, что выступление главы Федорезерва будет таким умиротворяющим. И, условно говоря, если мы смотрим на сигналы вверх и сигналы вниз, это будет очередной сигнал вверх. Военно дело, что он будет недолгим, просто, опять же, потому что все будут смотреть на статистику и дальнейшее сокращение безработицы, если будет происходить, там, остался до целевого уровня уже 1,1%, то, естественно, это будет очень серьезным негативом для сохранения нынешних объемов стимулирования. Вот и все. То есть, главный теперь ориентир фактически становится инфляция. Стоящая, нерастущая инфляция — это спасение для спекулянтов на несколько ближайших месяцев, может быть, на два квартала. Но дальше, в любом случае, сокращение безработицы будет приводить к тому, что рынок будет все больше и больше закладывать в цены очень близкое сворачивание программы. Не полное сокращение, конечно, но, грубо говоря, из 80 миллиардов уберут, 10, уже будет негатив. Уже результат. Андрей, ты как смотришь на заседание, на выступление Бернанке? Что ты ждешь, точнее, от него? А, ну что, я жду. Я посмотрел опросы, пулы, значит, экономисты, что считают западные, опросы на 30 миллиардов, в общем. И вот то, что на этой встрече, значит, будет урезание программы выкупы активов, это вообще никто не ждет. На следующей встрече, которая будет 30 июля, 2,7 экономистов ждут. Значит, в сентябре 35%, в октябре 27% и 35,2% в декабре. Соответственно, сейчас можно жить спокойно, жить весело и хорошо. Как минимум до конца лета, да? Да. Значит, задача Бина Бернанке просто прийти, выступить и показать, что возможно сворачивание некое-то в этом году, но это не значит автоматическое, что будет повышение базовой ставки. И это уже рынки успокоит. Я не знаю, что будет, но я так на прошлой неделе думал, что хороший момент как раз перед заседанием ФОМС купить акции, потому что потом будет некий подскок наверх на этим успокаивающем заявлении. Ну, это, конечно, хочешь смешить Бога, скажи, о своих планах, но мне так и показалось. Вот так. Работа такая, куда деваться? Ты имеешь в виду смешить Бога, а работа такая? И говорить о своих планах, да. Из основных, да, основополагающих моментов ты бы мог назвать. К сожалению, несмотря на всю свою государственную позицию, я не вижу никакой возможности, чтобы что-то изменилось сейчас. Потому что инфраструктурные проекты не могут быть привлекательными. Сектор электроэнергетики, я думаю, что для тех, кто внутри отрасли, вот уход дуника фаши, я думаю, это индикатор такой, лучше которого не нужно. Поэтому я, честно говоря, не знаю, где, понимаете, в тех секторах, где видны возможности для работы, там никого не надо приглашать, там очередь выстраивается. Возьмите нефтегаз, да, при всей жесткости политики Роснефти, например, да, и всех проблемах в регулировании сектора, тем не менее, никаких проблем с прямыми иностранными инвесторами не возникает. А на фондовый рынок, зачем, ну, условно, Россия не модная. Не модная, потому что по сырью не очевидно дно, не модная, потому что некоторые инвесторы недовольны политической моделью, и как-то переломить это очень сложно. На самом деле мы практически линейно отстаем в динамике, например, от американского индекса с лета 2011 года, когда как раз начались устойчивые разговоры о рокировке и так далее. То есть почему эти инвесторы будут менять свою позицию? Не будут, пока, опять же, не возникнет какая-то новая модель в экономике, не в российской, а в мировой, пока не станет очевидным вновь растущий спрос на сырье, тогда Россию купят просто вот как такую идею. Не более того. Поэтому, честно говоря, я не вижу, подо что можно было бы привлечь на российский фондовый рынок. На российский фондовый рынок можно было бы привлечь, если бы сюда однозначно уже начали заходить государственные деньги. Тогда вот спекулянты, конечно, тоже к этому присоединились. Может быть, позиция ЦБ. Швецов, в принципе, озвучивал возможности для того, чтобы ЦБ, например, участвовал в инвестициях на фондовом рынке. На сегодня, на текущий момент никакой четкой программы нет и обсуждаются любые возможные варианты, если ему верить. Поэтому, может быть, с его стороны будет какой-то сигнал. То есть, здесь, скорее, идея такая спекулятивная. Будут смотреть, а что само государство делает. Вот. А привлекать, грубо говоря, в экономику вообще, учитывая, что сейчас явно пока еще не очевидно, что начинается какая-то фаза подъема в мировой экономике, очень сложно. При этом фаза подъема не начинается, а цены на нефть высокие. И в моделях, опять же, всех, неважно, будь то частный инвестбанк или международное агентство какое-то, или международный институт финансовый, везде цены существенным дисконтом, ну, условно 90 где-то. Поэтому в таких условиях сложно привлечь. Тем более на фоне того, что инфраструктурные проекты оказываются нерентабельными, неокупаемыми. Андрей, ну, зная твою страсть, помимо того, что ты аналитик, ты еще и папарацци, в хорошем смысле этого слова, зная твою страсть к важным экономическим событиям, к значимым, ты бы, собственно, посетил бы, если была возможность, если было свободное время в твоем напряженном графике, этот самый экономический форум. Или, согласившись с Дивой, сказал бы, да, и все равно там сплошная говорильня, ничего там, собственно, принципиального, да, ждать не приходится. Да, сегодня зашел на свой блог в фейсбуке, и там Василий Олейник, управляющий IT-инвест, спрашивает, стоит ли ехать на этот форум. А ему говорят, все равно тебя пустят только на первое свидание. А потом за дверь, да? А потом за дверь, да? Все будет кулуарно. Так я прочел, подумал, ну, если Василия Олейника не пустят. Ну, мы его, кстати, в четверг сюда пригласили. А, ну, это пусть, да. Давайте ходу, ходу, пароход. Ну, я не думаю, что это что-то может повлиять, как сказал Дмитрий, Бразилия там и Россия не в моде. С другой стороны, я уверен, что сейчас вот, если инвестиции хлынули бы рекой, это очень было бы полезно. Это бы только разогнуло инфляцию, это жупел, который, против которого мы, с одной стороны. С другой стороны, как бы, вот Силуанов в прошлом году сказал такую мысль, высказал, что надо создавать условия внутренних инвесторов, прежде всего. И тогда западные, они будут сами собой, когда будут созданы инфраструктуры. Вот надо вот все, чтобы степ-бай-степ. Не нужно специально напрягаться, выступать на этих форумах, говорить, иностранцы, идите сюда. Зачем это нужно? Ну да, сейчас не 2003 год, да, у нас есть инвестиционные рейтинги, нам их грозятся снизить, наоборот, знаете, то есть тут словами уже не поможешь. Открытой программой не поможешь. К сожалению. Результат, да. Так, хорошо, 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 ну ладно, поживем-увидим. Опять-таки, если все-таки, да, Василий будет чувствовать себя неловко, я говорю, в качестве альтернативы мы его пригласим на эфир, он по поводу этого саммита сможет высказать, как минимум. Так, дальше, вернемся, собственно, к разговору о российской валюте. Вот это вот движение вверх в район там, да, 33-32-80, 32-60, и потом резкое же движение вниз, вот это вот такая повышенная волатильность за неделю практически, да, туда-сюда, на полтора рубля. Она чем обусловлена? Это все, опять-таки, веяние Запада или внутренняя неуверенность какая-то, Дим? Я думаю, сочетание просто нескольких факторов, ну, в принципе, всегда весна, весной рубль падает, май, июнь, это всегда падение очень сильной рубля. Здесь может быть нефтяной фактор, может быть фактор нестабильности, либо в Европе, грубо говоря, на внешних валютных рынках, да, что транслирует и неуверенность относительно развивающихся, ну, как сказать, валют развивающихся стран, да, учитывая, что... Кстати, нужно сказать, да, индийская рупия, там, на исторических минимумах, да, насколько я знаю, на прошлой неделе, там же бразильский реал практически и так далее. То есть, в какой-то степени повторилась ситуация прошлого года, только у нас движение было более слабое. Ну, по бивалютной корзине, там, 3 рубля где-то мы пришли, да, по прошлому году 4 рубля это было движение, там, где-то. Ну, то есть, абсолютно то же самое. Происходило это все на фоне того, как нефть дважды тестировала поддержку 100, да, ну, естественно, кто-то мог захотеть и захеджироваться, кто-то открывал позиции против рубля. На валютном рынке. Поэтому из этого делать какие-то далеко идущие выводы я бы не стал. Вот, если мы увидим действительно по нефти спуск под 100, тогда, да. А так, я еще раз повторю, сейчас будет близок налоговый период. Осталось буквально, там, 10 дней до платежей крупных. Вот, поэтому не стоит сейчас. Вот, грубо говоря, июль, да, в июле опять мы можем увидеть начало ослабления рубля. Да, еще одно. Вот я по поводу налогового периода, то есть мы можем увидеть, да, еще дальнейшее укрепление, да, Андрей? Мне кажется, у меня очень мало времени, но я могу сказать, что, да, я ждал этого момента, когда спустится 32, но я не знал куда, 31,8, 31,5. Я просто не знал. Я знал, что пойдет вниз, да. Я посмотрел на австралийца, я думаю, и мы пойдем. Так, сейчас, подожди, у тебя будет еще время, мы сейчас прервемся на новости, да, а потом послушаем. Итак, друзья, продолжим наш эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Мы разговариваем на тему интереса для инвестора текущего российского фондового рынка, ну и вообще интереса, да, к финансовым рынкам, каким образом он обусловлен, если это так, по крайней мере. В студии сегодня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Capital Management и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований Универ Капитал. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, мы продолжим наш эфир. Андрей, ушли на новости, вот, по поводу перспектив рубля ближайших. 31,8, 31,50. Ну, 31,50 сделали сегодня. Да. Ну, вот, я хочу сказать, что я сразу не казначей, поэтому подхожу больше с точки зрения теханализа, ну, и неких общих рассуждений. Мне кажется, вот, в переходный период, когда приходит госпожа Набиулина, как бы, финансы власти не заинтересованы в каких-то очень высоких волатильности рубля. И все это будет сглаживаться. Что бы мы с вами тут не говорили. В общем, второй момент. Значит, на прошлой неделе рубль подорожал примерно на 1,8%, да. Ну, мне кажется, это временное явление, с учетом состояния нашей российской экономики, которое надо немножко стимулировать. И я думаю, что то, что часто все говорят, что будет хороший урожай, вот, прогнозы хорошие на урожай, кстати, да. В общем, я думаю, это будет способствовать тому, что все-таки будет более активная денежная накачка, грубо говоря. И я думаю, что... Хороший урожай не позволит, да, инфляции опять скакнуть, да, летом. Да, 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 да. А это повод для того, чтобы... Да, один разочек. Вот, и поэтому я думаю, что, в принципе, надо покупать эту зеленую валюту. Тем более, все время говорят о крахе этой зеленой бумажки. Вот я с Димош... Ну, давно уже не говорили. С 96-го года на рынке все время говорят, что вот Михаил Федоров, привет тебе. Постоянно, вот как его снимаешь, он говорит, что вот к концу года рубль, это самое, доллар, два раза, 40% там точно обрушится, все там, катастрофы, ну и что? Ну, это, кстати, мы периодически вспоминаем на уровне анекдоты, да, как гурами становятся. Говоришь многие годы одно и то же, уже все на тебя говорят, ну что ты, идиот уже, ну ты же... И потом оно рано или поздно бабах, и все. Я предвидел это 20 тысяч лет назад, и вот оно случилось. Вот. А, кстати, разговоры действительно о том, что доллар уже все, он уже свое отжил, и надо что-то вместо него. Эти разговоры, ну, они, по крайней мере, достаточно давно, да, продолжаются, но они возникают с некой периодичностью все-таки. Да, ну, точно так же, как разговоры о крахе еврозоны. Вспомним, там, 2010 год, май месяц, 70% специалистов, опрошенных Блумбергом, уверены, что к сентябрю Греция выйдет из еврозоны. Ну, вот, собственно, то же самое. Воз и ныне там, Греция и ныне там. А сейчас все хорошо. Сейчас Франсуа, этот, Аланг, взял путевочку во Францию, вот, перед вами. Перехода только в шедневый тур. Значит, говорит, что кризис закончился. Вот он на прошлой неделе сказал, что во Франции кризис закончился, представляете? Нормально, нормально. Хотя у него рейтинг 19%, он должен как-то что-то говорить, чтобы понять. Не, ну, потом какие-то другие там задачи-то решает, не экономические, в основном. Ну, да. Поэтому, с этой точки зрения, наверняка, все уже хорошо. Кризис у нас закончился. Да, передали. Передали, да. Наметно. Так, хорошо, значит, по поводу рубля тоже разобрались все-таки, Дим, да? Вероятнее всего, что он продолжит падение, но после вот какого-то локального такого... Не то, что продолжит падение, он может вернуться выше 32-х, но я не жду, опять же, какого-то там стремительного ухода к 34-м и так далее. То есть, грубо говоря, ориентир по нефти все-таки никто не отменял. Опять же, там, Эльвира Набиулина придет, да кто бы ни пришел, все равно, пока целью Центробанка является стабильность, вернее, поддержание стабильности национальной валюты, да, ничего такого не будет происходить. В том году мы видели, как резко развернулись спекулянты после первого же дня интервенции ЦБ. Поэтому все же помнят еще осень 2011 года и... Дмитрий, ориентир по нефти какой-то сказал? Никто это не отменял? Какой ориентир-то? Ну, 100 долларов, видимо. Никто не отменял цель Центробанка как поддержание стабильности национальной валюты. По нефти ориентир, грубо говоря, если опять будет уход ниже 100 психологически, там сразу все будут рисовать район 80. А какой у компании универкапитал ориентир по нефти? 109. 109 на... По этому году. То есть есть куда расти еще? Ну, в принципе, да. В принципе, эти 109 нет, вы можете заменить универкапитал, я вам дам вариантики. В конце года соберемся. Там церек, я знаю, там точно есть. Да, там прогнозы тоже предостаточно. Буквально наступают на пятки. Нет, это нормально, здоровая конкуренция должна быть. Конечно, конечно. Мы же не просто собираемся, да, здесь поговорить. Мы за слова-то отвечаем. Кстати, продолжим за них отвечать и вернемся в российский рынок. Я, Дим, значит, записал туда, вот, если рассматривать опять, или подходить, точнее, да, к текущей ситуации, как к тому, что очень дешево, вот, в числе рекомендуемых тобою, да, секторов, как минимум, это электроэнергетика и металлурги. Вот, если можно, два слова еще раз по электроэнергетику. Ну, понятно, металлурга, внешний фактор, там, конъюнктура Китая и так далее. Что может подтолкнуть вверх электроэнергетику-то? Ведь там административно все равно ничего не решается. И в ближайшее время я это... Ну, как раз, наверное, в ближайшие месяцы решится, потому что сейчас ключевой вопрос по крупнейшим компаниям, да, это новый размер инвестпрограммы, будет, не будет увеличения и так далее. Плюс завершение фактического слияния компаний, да, назначение Будергена, утверждение его кандидатуры. Опять же, скорее всего, это может усилить его влияние и увеличить, скорость, объем инвестпрограмм. Но здесь, с одной стороны, это палка о двух концах, да, потому что для инвесторов, конечно, это негатив. С другой стороны, это понятный уже ориентир для отрасли, скорее всего, что вот где-то вот локальное дно, вот оно здесь. Из компаний сильно, можно сказать, выбивали, можно сказать, вытисняли, можно сказать, сами выходили иностранные инвесторы, очевидно, на протяжении двух лет. И вот сейчас, фактически, если у государства есть когда-то цель иметь, все-таки, например, ФСК по цене хотя бы номинала, то очевидно, что в случае запуска вливания госденег на российский фондовый рынок, та же самая ФСК будет одним из первых кандидатов, помимо Газпрома, например, на покупку, помимо ВТБ. Так вот, это одна из идей. Вторая идея, это мы видим, что бумаги к дверцу очень синхронны. И периодически, если мы говорим о особенно коротковременном входе, да, то мы видели уже отскок от текущих уровней на 30%. То есть фактически это идея двойного дна, если по технике смотреть. Да, теханализу. Вот и все. То есть здесь никакой больше, здесь каких-то иных вариантов нет. Идея долгая покупка под завод стратегических денег, это могут быть чисто портфельные инвестиции, пенсионные, это могут быть деньги государственные. И краткосрочно это просто идея отскока на развороте вверх рынка. Потому что мы видим, что бумаги существенно опережают в целом индекс по некоторым дням, когда четко есть понимание, что завтра не будем падать. Вот в чем идея. Конечно, это не цель, там, сегодня купили, осенью продали ФСК по 0,4. Нет. Ну, порядка 25-35%. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Андрей, ты электроэнергетик совсем... Да какая-то ерунда. Значит, что он говорит, вы только вдумайтесь. Буквально 15 минут назад... Ну, что вдумайтесь. Двойное дно. Нарисовал двойное дно. Он говорил, чтобы навеститься в энергетику на два года. Теперь он говорит, вы поймите меня, это вот совсем маленький. То есть он в двух одновременно временных, так сказать, парадигмах существует. Потому что инвесторы разные. Одни приходят на два года, а другие хотят заработать за две недели. Все-таки я тебе прищучу к концу придачи. Все-таки я не рекомендую, на самом деле, покупать энергетику, потому что, конечно, это понятно, что больше всех упало, больше всех отскочит. Вот вопрос-то, что отскок-то еще не начнется, мне кажется, в ближайшее время, и время-то будет. Ну, если с точки зрения инвестиций на два года, так сказать, ну, у нас аналитик рекомендует акции с хорошим управлением. Это НЛ, ОК-5, ООН, то есть где западный менеджмент, что-то там делается. Я понимаю, что эти акции не отскочат, потому что там идет стабильно, они не так сильно не падали, допустим, как в Холдинге Кавказа, да. Но, тем не менее, в общем, как-то более-менее можно чувствовать себя человеком, да, что что-то за этим стоит, какая-то покупка, да, а то придешь, на утро бедов нету, да, грубо говоря. Вот, ну, если уж покупать. Но, в принципе, я думаю, что еще, может быть, не стоит торопиться. Не стоит торопиться. Хорошо. А вот вторая отрасль Димы же была названа металлургия. Я знаю, что ты к ней очень тепло и трепетно относишься, и какое-то время назад, не буду уж я, наверное, вспоминать какое, по-моему, это был что-то апрель-март, наверное, да, ты так достаточно агрессивно рекомендовал покупать металлургов. Ну, с тех пор прошло какое-то, да, какие-то события прошли, ты к металлургам по-прежнему трепетно относишься. — Опять, значит, мы как бы привязаны к Китаю. Мы тут в этой студии стали собираться года два назад, по-моему, передача «Сухой остаток», был другой ведущий, значит, и мы в этот момент, как бы, было вью, что экономика Китая будет расти в год, там, на 12-13 процентов. — Два года назад, да, может быть. — Сейчас, если вырастет на 7,5, то мы перекрестимся, скажем, хорошо. — Слава Богу. — Вот, поэтому, как бы, не являясь большим специалистом по Китаю, значит, я не могу сказать, что будет, так сказать, и учитывая то, что совершенно верно сказал Дмитрий, что проектов нет таких, как железные дороги, вот, внутренние экономики, которые будут мосты, там, да, которым нужна арматура, да. — Российский ты имеешь в виду проект? — Да, российский, да. Вот поэтому вот пока сдержано смотрим. — На металлургу сдержано? — Да. — Я понял. Хорошо, хорошо. — Так, и давайте, еще 4 минутки есть, ну, и если вот в этом же направлении двигаться, еще какие отрасли, Дима, на твой взгляд, могут быть неинтересны, ну, для, там, среднесрочных инвестиций? — Ну, среднесрочные, опять-таки, мы вот в самый сложный диапазон попадаем куда-то, там, осень, конец года. Здесь, опять же, ну, Сбербанк тот же самый, к 100 рублям. Понимаете, здесь мы попадаем в бумаги, которые не дадут сильного роста. Та же самая, взять УК-4, скорее всего, мы увидим в ней плюс 10% по... — Максимум. — Ну, да, по котировкам, это неплохо, учитывая, что там, ну, скорее всего, с гарантией дивидендная доходность, там, где-то пятая, шестая будет по следующему году. То есть вот вам уже, условно, где-то 15%, это неплохо. Главное, чтобы не падал интерес к отрасли у тех, кто уже сидит в этих бумагах, ну, скорее всего, не будет. — В остальном, ну, честно говоря, я не вижу каких-то интересных моментов. Может быть, вот Уралкалий, да, Уралкалий, поскольку будут появляться скоро данные по ценам, по новым ценам, по новым контрактам. Но эта палка такая о двух концах, хотя на тех уровнях, где бумага торгуется сейчас, в общем, защищенных от сильного падения, и учитывая, что там в случае снижения будет еще один выкуп просто по рынку, да, не оферта, а просто скупки по рынку, скорее всего, это неплохо. Полукоил, то есть это другая категория бумаг, вот то, о чем сказал Андрей, как раз. Если такие вещи интересны для более консервативных игроков, да, то тогда вот. — Андрей. — Да, значит, что хочу сказать, у нас постоянно требуют аналитиков инвестидеи. — Ну, потому что это их профессия, да? — Да, и много инвестидеи. — Нет, но я тут выборку сделал по одной компании, не будем говорить по какой. Оказалось, что наиболее успешные трейдеры имеют одновременно одну-две позиции. Ну, максимум три, но это очень редко. А идей требуется много по нашему рынку, который чихает и кашляет. И не как бы, понимаете, ну ладно, хорошо, значит, вот есть первого ряда акций, значит, дивидендные, о которых я сказал, да, значит, это Норильский Никель, Татнефть, который проводит Газпромнефть, по-моему. Есть акции, которые второго ряда, которые понизили дивиденды, это тот же самый Лукоил, которому тоже есть интерес стабильно, да, несмотря на что у них отопряжение. Газпром я не сбросил, считав, что вот нефтегаз, да, тоже, тоже. Я думаю, к ним тоже надо присмотреться. — МТС, может быть. — Да, может МТС, да. К ним тоже, мне кажется, надо присмотреться. — Кстати, сегодня вот я где-то читал в ленте новостей, магнит у нас станет головой фишкой или стал уже. Не было такой информации. — Как это может повлиять вообще на его дальнейшую динамику? — Есть плохие люди, которые говорят плохие слухи о том, что несмотря на то, что компания показывает, естественно, рост порядка 35% каждый год, в общем, по оборотам, что имитент сам поддерживает котировки временами в эту акцию, поэтому опасно. — Ну да, наговаривают, наговаривают. — Наговаривают, конечно, только так. — Хорошо, еще раз прервемся. Новости на Финам-ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, эфир сухого остатка. Мы продолжаем на Финам-ФМ. Осталось 12 минут. У нас последние 12 минут. Еще раз я напомню, что мы сегодня говорим об интересе к российскому фондовому рынку. Действительно, в моменте, это так уж интересно, сейчас покупать российские акции. На эту тему разговор у нас с Андреем Верником, заместителем генерального директора по инновационному анализу целей капитал-менеджмента, и Дмитрием Александровым, начальником отдела аналогических исследований универ-капитал. Еще раз, телефон студии 6510-99, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите и, собственно, вернемся к событию недели. Ну или, как минимум, начало недели сегодняшний, саммит Г-8. Да, во-первых, Г-8, Г-8. Как-то и так, и так, не культурно звучит. И Г-8, и Г-8. Но главное, что в конце недели будет еще встреча министров экономики и финансов Еврозоны. И это не менее важно, потому что сейчас фактически Еврозона является таким очагом нестабильности. С одной стороны, из нее все время хотят сделать этот очаг островок нестабильности. Хотят, в смысле, на уровне информационном, ты имеешь в виду? Информационном, конечно, да. Ну, может, и как-то еще, но это, по крайней мере, не так официально. А с другой стороны, именно этот регион является все-таки нашим основным торговым партнером. Поэтому какие-то меры, направленные на оживление спроса, там, безусловно, будут влиять позитивно и на восприятие России инвесторами. В связи, сегодня, кстати, была статистика по торговому балансу и сужение, там, очередное, да, 15 из 22, по-моему, миллиардов. И на самом деле это, наверное, хорошо, учитывая, что сейчас только предстоят эти встречи. Фактически, G8 еще будет целый день. Ну, еще сегодня полдня и завтра целый день. И конец недели это встреча министров. Поэтому вся негативная статистика в таких ситуациях только стимулирует на более активные действия со стороны регуляторов и управленцев политических. Поэтому вот с чем я связываю надежды на оптимизм, это с благоприятными заявлениями. Потому что с их стороны как раз-таки заявление, риторика, да, сейчас является основным определяющим фактором для кратковременной, краткосрочной реакции рынка. Вот чего я и хотел бы услышать. Какие будут меры? Пока очень сложно предполагать, потому что слишком разные позиции все-таки, особенно если мы говорим о еврозоне. Если на макро уровне все-таки более-менее очевидна позиция увеличения денежной массы как способа стимулирования экономики, даже в той же самой Японии, несмотря на последнее небольшое разочарование, все равно то, что Синдзе Абе говорит относительно осеннего второго раунда большого роста, стимулирования роста, это позитив для рынка, пусть отложенный, но тем не менее это позитив. И опять же это вера для тех структур финансовых, которые активно, например, работают на рынке облигаций, в том числе и российских рынках облигаций. Вот, соответственно, вся эта неделя будет задавать для нас на следующую неделю, наверное, такие более среднесрочные ориентиры по тому, стоит ли рассчитывать на сохранение притока денежной массы США в Японии. И как будет усилен, я думаю, что все-таки будет усилен механизм стимулирования в еврозоне. Вот отсюда можно черпать основной информационный фонд, который будет значим для финансовых рынков. Ну и по ожиданиям, Андрей, оптимистический все-таки фонд, да, ты же не случайно сказал, что на результатах как минимум саммита. Да, может быть, подскок будет. Ну вот Дмитрий говорит о словесных интервенциях, которые сейчас очень модные, в общем. Но, с другой стороны, бывает, что и словесные интервенции не работают, и хорошие новости не работают. Мы тут видели, когда стандарт ПУР повысил Outlook рейтинга США. Вообще без реакции. Да, поэтому тут может быть все, что угодно. Тем более на саммите G8 есть целые две таких горячих точки. С одной стороны, вопрос сирийских, где все против России вроде бы такая, что Россию должны уговаривать, чтобы она прекратила поставки оружия в Сирию по контрактам. А с другой стороны, вот эта точка, которую Дмитрий сейчас озвучил, по поводу противостояния Ангела Меркель с премьер-министром Японии. В том плане, что министр финансов заявил об озабоченности по поводу денежно-кредитного стимулирования, а всех в Японии. Хотя никто до этого не заявлял. И вот действительно на носу выборы, и Меркель совсем не хочет попасть под удары оппозиции. Что-то надо может и сказать этакое, что может повлиять на наши рынки не совсем, так сказать, и позитивно. Поэтому, друзья, аналитики рассуждают, а работать будем по торговым моментам. А сейчас мы, дорогие друзья, завязали в этой глине, в диапазоне индекса МВБ. Мы можем о чем угодно говорить, но мы не взяли 1375 наверх, а внизу 1250. И вот мы в этой глине сейчас. В этой глине, в этом диапазоне. Ну, как бы то ни было, в любом случае, да, какое-то время мы в этом диапазоне проведем, и никуда от этого не деться. Да, только вот технический анализ здесь или нет технический. Универ Капитал считает, что, скорее всего, будет такой слабоповышательный диапазон. Я вот не уверен, что он будет именно слабоповышательный. Может быть, он будет слабопонижательный. А потом совсем вниз, да. И в августе, в сентябре только пойдет наверх. То есть, у нас в нюансах. То есть, мы думаем, что надо покупать, да, но вот и разница в нюансах. Понятно. Где накапливать вопрос? Ну, и немного осталось времени. Давайте вернемся к лидеру роста, да, на мировых площадках, американскому рынку. Ожидаемая коррекция настанет когда-нибудь или нет, Дима? Да, здесь вопрос хороший, потому что сейчас как раз Андрей тогда завершит, наверное, техникой. Я тоже техникой немножко начну. С одной стороны, они довольно четко дошли до уровня 1600. Они его пощупали по S&P на фьючах, да, они пощупали по индексу. Но, тем не менее, фактически что это такое? Это подтверждение пробоя мега сопротивления исторического, который еще идет, имеет максимумы свои в 99-м, там, 2000-м, да, и потом в 2007-м году. Вот, мы его протестировали сверху. Теперь фактически там формируется треугольник. Такая консолидация в треугольнике с сужающемся. Он сузится уже фактически ни во что на этой неделе, на днях, да. И что будет дальше? Скорее всего, боковичок. Боковичок довольно узкий получается, там буквально меньше 70 пунктов по S&P. Вот, вот, в нем мы и будем двигаться сколько-то. Дальше, я считаю, что просто, как только мы будем уходить, сползать вниз, это может стать сигналом до очень сильных продаж. Я не думаю, что там кто-то решится на спуск вниз. По крайней мере, опять-таки, техника, индикаторы МАК на это не показывает еще пока, да. Во многом это будет зависеть от того, что скажет Бернанке, что скажет G8, и что скажет, соответственно, министр в еврозоне. Все может измениться уже после того, как выйдет статистика по Китаю. Вообще, неделя очень значимая. Если мы не уйдем ниже 1600, будет постепенный-постепенный подъем вверх. Вот, соответственно, по тем рынкам, которые сильно проседали, это будет повод для покупки, для сокращения по России очень существенного гэпа относительно американского рынка, который фактически с весны этого года мы стремительно этот гэп наращиваем, отставание. То есть они растут, мы падаем, да? Да, да, да. Вот, собственно, какие мысли по американскому рынку. Андрей. Дмитрий, ты меня не пугаешь, потому что, когда ты говоришь, это неделя определяющая, это любимая фраза плохих аналитиков. Это неделя определяющая. Ну, я-то знаю, что ты хороший. Каждая неделя определяешь. Я-то знаю, значит... Я играю сегодня плохого, а ты сегодня злого. 1590-1600, да. Поддержка, я думаю, да, значит, я думаю, она будет пробита. Значит, вопрос... Вниз. Да, и только вопрос, куда мы пойдем. Исторически июнь, это минус 1,6%, так, плохой месяц, исторически, да. Но либо 1550, либо 1520. Серьезно? Это серьезно? Да нет, я как бы вот смотрю реально. У нас есть две волны роста, промежуточная коррекция, и совсем это не очень серьезно, может быть, даже. Если с текущих смотреть, 1520, это прилично. Ну, вот я так думаю, что все-таки не удержатся они 1590-1600. Это мое частное мнение. И по России, соответственно. И сколько по времени, главное, это будет? А это обычно у нас очень-очень все быстро. Вот эти вот... Быстро. Ну, вниз, быстрее, чем вверх, естественно. Да, естественно. И вот это, возможно, будет неплохой вариант для волны покупок. То есть Россия, грубо говоря, ниже 1210 по МВБ? Ну, я думаю, 1250 мы точно пощупаем. Ну, в этом случае, конечно. Просто вопрос такой, что мы еще не росли, и нам еще падать-то. Те, которые... Вот, допустим, прошла у нас компания «Волна стопов», выбивала, да, на прошлой неделе, да, вот, из других компаний. Следующие стопы где-то процентов 5 от тех минимумов, ну, 4, да. То есть уже остались самые стойкие между нами люди, которые готовы терпеть вот как... Ну, вот мы их ориентировали на 2 года, вот они и падают. Кстати, ну, это уже такой... Алимарка? Нет, технический такой вопрос, я не заинтересовал. Если, ну, в частности, клиенты, да, или инвесторы такие, среднедолгосрочные, беспричастные, они стопы все равно ставят? Ну, это зависит от клиента. В среднем по компании не скажу, но многие все равно ставят просто обычно не весь объем. Есть люди, которые просто покупают дивидендную фишку, например. Если дивидендная фишка, там обычно, по крайней мере, те, кого я знаю, стопы не используются, или очень небольшой объем. Там обычно стоп ставится только по тем бумагам, которые взяты на плечо. Основная поза никогда не фиксируется в стопу. Грубо говоря, человеку все равно. Но это вот считанные бумаги. Ну, считанные бумаги, и все-таки это не спекулятивные какие-то. Да, да, да. То есть это на самом деле тот человек, который торгует, ну, или в основном по звонку, и в основном там предварительный звонок, да, и торгует, ну, условно, раз в квартал. Вот это такие люди. Ну, я вас огорчу. Я не отсматриваю, так сказать, счета клиентов, потому что против них не играю. Нормально, а кто против них играет? Никто против них, естественно, не играет. Именно с точки зрения техники мне любопытно. Да нет, я его подкалывал, на самом деле. Я даже не реагирую. Аналитики вообще не торгуют против клиентов и за клиентов. Аналитики вообще не торгуют, конечно. Это жазная профессия. Мы все время говорим. Аналитик предсказывает, да, а потом получается, либо он угадал, либо он не угадал. А трейдер торгует, соответственно, этими предсказаниями пользуется. Ну, и по этому поводу много всяких историй. Мне звонят те, которые работают без стопов, и я выступаю как типа Чумака, снимай боль. Те, кто стопами, мне не звонят. Заработаете еще, да внесете, успокойтесь, да? Так, ну хорошо, заработаете. Это, я думаю, обязательно случится. Второй вопрос, когда это случится. Итак, друзья мои, заканчиваем наш эфир. Сегодня мы говорили о привлекательности в нынешний момент российского фондового рынка. Ну, мнения, прозвучавшие в эфире, да, не спорные. Кто-то говорил за, кто-то против. В любом случае, это было интересно. Огромное спасибо моим гостям. Андрей Верников, Дмитрий Александров. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке.